В 2017 году в экзаменах по русскому языку для девятых классов появится устная часть, пишет газета «Коммерсант». В случае, если нововведение покажет хорошие результаты, Миноборнауки добавит ее и в ЕГЭ для 11-ти классников, но уже в 2018 году. Как сообщает РИА Новости, правительство России поддержало законопроект зампредседателя Совета Федерации Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. Это специально оборудованное место, где мать, решившая отказаться от новорожденного, может его оставить. Если правила будут приняты, то за создание бэби-боксов будет грозить или штраф, или приостановка деятельности юридического лица. Ростуризм в следующем году начнет продвигать путешествия по России на азиатском рынке. По информации Торта, сделать это будут при помощи платежной системы Alipay и сервиса микроблогов Weibo, аудитория которых 600 миллионов человек. С 1 октября Россия снимает запрет на ввоз фруктов и овощей из Египта. По информации Интерфакс, поставлять вновь будут все плодово-овощные культуры, кроме картофеля. Напомним, 22 сентября Россельхознадзор ввел в отношении Египта временные ограничения. Причиной стала поставка небезопасной в фитосанитарном отношении продукции. 810 работодателей Челябинской области выплачивали своим сотрудникам зарплату ниже минимального уровня оплаты труда, сообщает 74.ru. Такую информацию пенсионный фонд области передал в Гоструд и налоговую службу. В итоге 16 работодателей повысили заработную плату до уровня минимальной, и еще 4 – до прожиточного минимума.